Необоснованный рост цен на аренду жилья, незаконное выселение квартирантов, бросы фейков в сеть. Об этом журналистам нашего телеканала сегодня рассказали в прокуратуре области. Впрочем, нашлось место и другим новостям, которые напрямую связаны с пребыванием граждан соседней страны в нашем регионе. Все подробности далее. С момента объявления в России частичной мобилизации в Казахстан прибывают и прибывают жители соседней страны. В связи с чем в сети интернет увеличилось число вбросов, недостоверной информации и негативных комментариев. Содержание можно расценивать как разжигание национальной розни. В прокуратуре предупреждают, что эти публикации могут отнести к преступлениям и они будут преследоваться по закону. В данном случае это статьи 174 и 274 Уголовного кодекса. Что касается вопроса аренды жилья, то здесь на помощь разрешения недопонимания между хозяином квартиры и съемщиком приходит Гражданский кодекс. В частности, статья 546. По ней арендодатель не имеет права повышать плату за жилье чаще, чем раз в год. Согласно статье 23 Закона о жилищных отношениях, условия проживания, срок, размер платы за наем, распределение обязанностей по ремонту, основания выселения нанимателей и тому подобное определяется законом, а также договором между сторонами. Если договор заключен в устной форме и нет иных оснований прекращения, договоренность может быть расторгнута с предупреждением арендатора не менее чем за три месяца. При этом самостоятельные попытки хозяина квартиры выселения граждан могут быть рассмотрены как самоуправство, что влечет за собой уголовную ответственность по статье 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Выселение допускается исключительно по решению суда. Переместимся на границу. Ситуация по-прежнему сложная. Пассажиры потока соседней России в последние дни сильно вырос. В Уральске, к слову, по этому поводу открыли дополнительные рейсы автобусом до Атырау, Актобе и Столицы. В цену билета входит поездка до точки назначения и обратно, поскольку в Уральск автобус будет ехать уже пустым. Между тем, на границе с Самарой случился крайне неприятный инцидент. По некоторым данным, был перевернут автобус по направлению Самара-Уральск. В связи с ЧП данный маршрут временно приостановлен. Между тем, пока сохранено движение по направлению в областное центры Заримбурга и Саратова. Буквально вчера нам позвонили наши паралитетчики, наши коллеги Самары-Уральск. Сказали, что на автро, то есть сегодня, 25 сентября, будет приостановлено, временно будет приостановлено движение по первой спадшейшбогатской стороне Российской Федерации, то есть Самары-Уральск. Между тем, министр торговли и интеграции страны заявил о необходимости создания зеленого коридора для возвращающихся домой казахстанцев. К подобным мерам по плану прибегнут сегодня и завтра. Тем временем, соседняя страна уже начала разворачивать пункты мобилизации на границе с Казахстаном. По сообщению Байге Ньюз, один из таких появился в Астраханской области.